Друзья, всех приветствую на канале Multisport. Сегодня продолжаем тему прошлого выпуска по обучению плавания. Я затронул в прошлом выпуске тему высокого локтя, тему длинного грибка. Мы научились делать дриблинг руками, дриблинг руками перед собой и сделали упражнение на высокий локоть, гребли одной рукой, высокий локоть и основная фаза грибка. В сегодняшнем ролике я продолжу эту тему и сакцентирую ваше внимание на то, что те же самые упражнения должны выполняться слитно. Мы разминаемся 10 минут на прошлых двух упражнениях и когда мышцы вспомнили, что такое высокий локоть, что такое дриблинг впереди руками, мы начинаем делать следующее. Завьем это движение восьмерка с грибком. То есть восьмерка это тот же самый дриблинг, но только мы делаем к себе от себя и потом начинаем делать грибок одной рукой. Сделали грибок, пронос, вернулись в исходное. То есть соединяем дриблинг и греблю одной рукой. То есть восьмерка к себе от себя, высокий локоть, грибок. И все это стараемся делать плавно. Можете плавать это упражнение также минут по 15, по 20, столько, сколько вам будет достаточно для того, чтобы ваши мышцы запомнили это движение и делали его правильно. То есть я это делаю так. 100 метров плывут только правой рукой, 100 метров только левой рукой. И так могу плавать всю тренировку. Когда у вас это более или менее начнет получаться, я советую вам взять колобашку, вставить ее между ног. Это будет поддерживать ваше тело в воде, ваши ноги не будут тонуть. Но при этом мы лишаемся главного балансира. И тем полезнее данное упражнение. Так, друзья, в следующем упражнении мы делаем поочередную греблю правой и левой рукой через исходное положение. В данном упражнении мы уже не делаем в начале гребка восьмерку кистью, но акцентируемся на хорошем захвате воды с высоким локтем. Это упражнение вы также можете отрабатывать бесконечно долго на каждой тренировке. И только тогда, когда оно будет получаться у вас уже очень хорошо, вы будете чувствовать, что каждый гребок у вас эффективен. Вы можете попробовать сделать то же самое упражнение, но без колобашки. И соответственно без работы ног. Если у вас ноги не тонут, значит у вас отличный баланс тела в воде. Если же без работы ног, без колобашки, но с работой рук, то есть поочередно правая грибок, левая грибок, у вас ноги тонут, значит вам нужно поработать с балансом и с положением вашего тела в воде. И именно этому я посвящу следующее видео. Поэтому, друзья, чтобы его не пропустить, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. Всем пока!